Всем привет! Меня зовут Саша и вы на канале Посылки из Китая. Сегодня у меня очередная халява, правда на сегодняшний день поставщиком является магазин Gearbest. Многие о нем знают и у многих распаковщиков уже эти халявные посылки пришли. Пусть даже они говорят купили за свои бабки, но мы-то знаем, не ведитесь. Раскрою все секреты, все тайны. Нечего обманывать, простой народ. Вот, так, этим временем я вот уже практически открыл посылку, пока вам рассказываю эту штуку. И очень легко, кстати, проверять, как распаковщику приходит товар за его бабки или все-таки ему приходит товар на халяву. Если распаковщик не признается, то это реально очень легко проверить. Если вдруг кому-то это интересно, я прикреплю где-нибудь здесь ссылочку, ну, точнее, не ссылочку, а вопрос для голосования. Если этот вопрос будет интересен, то я вам его озвучу. Так, пакет вскрыт. Ну и давайте по традиции многих распаковщиков поведусь на эту тему. Вот какой-то чек. Наверное, то, что лежит внутри. Буду вытягивать по одному. Первый товар, который находится в коробке, это удлинитель Xiaomi. Xiaomi, Xiaomi. Ну, мне почему-то хочется всегда его назвать Xiaomi. Xiaomi. Если вдруг я ошибаюсь, можете написать об этом в комментарии. Я не обижусь. Плотненькие резинки стягивают. Сейчас мы это все дело скинем. Так, длина шнурка составляет метр. И здесь еще, ну, метр восемьдесят приблизительно. На разбор этого сетевого фильтра я потратил минут двадцать. Короче, целая куча различных инструментов. Медиаторы, отвертки. У меня это получилось. Конечно, немножко покоцал крышку. На камеру, возможно, этого не видно. Вот зазубренно. Здесь зазубренно. Посмотрите, сколько здесь отверстий под защелки. Раз, два, три, четыре, пять. По пять штук с каждой стороны. Имеются вот такие очень серьезные саморезы, которыми он крепится. Четыре штуки. Я думаю, многие из нас встречали резиновые ножки, которые тупо китайцы приклеивают к товару. И когда вы начинаете разбирать устройство, вы эти ножки отдираете. И дальнейшую эксплуатацию вам приходится применять клей. Либо просто их выбрасывать, потому что они, допустим, порвались в процессе снятия. Здесь же все намного проще. Они достаточно плотненько вставляются. И можно извлекать неоднократно. Я думаю, очень жирный плюс. Можно дать только за то, что разобранный сетевик соответствует фотографиям на сайте. Собственно, для этого я его и разбирал. Медная конструкция сидит в своих пазах реально надежно. Может, лайк поставите за разборку? Также сам сетевик имеет защиту от детей или для детей. То есть вот эти штуки не позволяют ребенку вставить вилку в саму эту розетку. И они очень упругие. То есть надо реально приложить немного усилия для того, чтобы выполнить действие. Плюс имеется защита от перегрузки. Максимальное напряжение, или как это правильно сказать, этого сетевого 2500 ватт, 10 ампер. Единственный минус этого удлинителя, что мне не нравится, это что нет европейской вилки. Спасибо магазину GearBest за предоставленную вещь на обзор. Здесь у нас находится автомобильный видеорегистратор. В отличие от своего предшественника, который я покупал на Алиэкспресс, этот в презентабельной упаковке. Целая куча различных проводов, присоска. Большая инструкция. Да, инструкция мануал реально большая. Русский язык сейчас посмотрим, присутствует или нет. Да, присутствует руководство по эксплуатации. Так что разобраться даже, в принципе, старый какой-нибудь дедушка сможет. Не надо пользоваться никаким переводчиком. И в пакете нас встречает абсолютно точно такой видеорегистратор, как из моей распаковки Алиэкспресс. Все, на неделю я, короче, залип с этим регистратором. Начинаю снимать на него интересные какие-нибудь моменты. Ну, или просто моменты, чтобы даже показать, как эта штука у нас будет снимать. По внешнему сходству, эти рейгики практически как братья-близнецы. Несколько отличий. С магазина Gearbest в рейгике присутствует разъем mini HDMI и AV-шка для подключения задней камеры. В рейгике с Али за 12 баксов этого нет. Ну, цвет серый и черный я не считаю за отличие. Также цвет присосок, это тоже на самом деле глупо. Все остальное по внешнему виду, ну, практически не отличить. Еще небольшое отличие, в регистраторе с Алиэкспресс очень мягкая вот эта пленка, которая здесь приклеена. Здесь она идет немножко жестче. Ну, больше похоже на стекло, хотя на самом деле тоже какая-то пластиковая. А сейчас я покажу несколько роликов для сравнения, снятых на этот регистратор и на этот. Стандартный солнечный день, регистратор с Gearbest. Стандартный солнечный день, регистратор с Gearbest. Также солнечный день, регистратор с Алиэкспресс за 12 баксов. Ночное время Gearbest. Ночное время Алиэкспресс. Ну и, конечно, в регистраторе Gearbest задняя камера. Цена у регистратора с Gearbest практически в три раза выше, но зато качество съемки плюс комплектация с задней камерой, я думаю, выводы вы можете сделать сами. Ссылки будут в описании. А здесь у нас находится вот такой вот симпатичный миньон. Косточка на голове. Здесь можно, я думаю, продырявить небольшое отверстие и повесить его куда-то на ключи. Хотя, если честно, не очень внушает доверие эта штука, поэтому лучше не пробуйте. Флешка на 32 гигабайта. Разбирается, в принципе, полностью. Вот эта сердцевинка достается не очень удобно, но все-таки извлечь ее можно. Вот эта плата слегка гуляет на полмиллиметра приблизительно туда-сюда. Скорость записи больших файлов составляет приблизительно 8 мегабит в секунду. Маленьких файлов приблизительно 13-14 мегабит в секунду. Классная стильная флешка и многие дети обожают миньонов. Поэтому, если вы подарите такую штуку своему ребенку, я думаю, он будет в восторге. А здесь у нас ручка Xiaomi. В упаковке был еще транспортировочный колпачок красного цвета, такой маленький. Я его уже снял. Попробовал порисовать этой ручкой. Вы знаете, даже на неровной поверхности, на мягкой, если очень сильно не надавливать, то ручка выдает достаточно неплохие результаты. Прерывистых линий практически нет. На ровной поверхности, если убрать прерывистых линий, в принципе, нет. Единственное, что мне не понравилось в этой ручке, если посмотреть вглубь стержня, то мы видим, что приблизительно 2 третьих стержня являются полезными. И вот такая приблизительно часть, просто пустая. На стержне имеется дата изготовления и логотип Миджи. Мия, ми-ия. Ручка очень увесистая, выглядит достойно, стильно. И я думаю, это достаточно неплохой подарок-аксессуар кому-нибудь из своих коллег. Следующий товар в нашей посылке, обычный переходник для сяомишного удлинителя. Спасибо магазину Gearbest за то, что позаботились и закинули мне этот переходничок. Как минимум на первое время, пока не перепаяю саму вилку, можно пользоваться этой штукой. Ничего сверхъестественного, никакой не брендовый. Везде много различных кодсов. Такое чувство, что даже им немного попользовались. Какой-то он слегка грязноватый. Но да ладно, на первое время хватит. И здесь у нас какая-то непонятная коробка. Многие из нас, наверное, рисовали на окнах. Точнее, не рисовали на окнах, а срисовывали. Прикладывали к окну какую-нибудь картинку. Сверху клали обычный листок бумаги и пытались что-то обводить. Но рисовать, срисовывать на окне, это не очень удобно. На сегодняшний день китайцы сделали вот такого плана панельку, светящуюся. Имеется одна сенсорная кнопочка. Вставляется micro USB шнурок, который идет в комплекте. Нажимаем на кнопочку и у нас загорается подсветка по всему периметру. Эта штука выполнена, насколько я понимаю, из оргстекла. Имеются какие-то рифленые такие штучки, нанесения. Ну, возможно, это дополнительная какая-то пленка для равномерного использования источника света, который находится где-то здесь. Плюс ко всему, эта штука у нас не скользящая. То есть, просто скинуть с нее листик не получается. Вы кладете какой-то лист бумаги и он у вас, ну, очень плотно сидит. То есть, просто вот так вот его не получается сдвинуть. Приходится приподнимать. В общем, он как магнитится, приклеивается. Кладете лист бумаги и можете смело срисовывать. Где наша ручка Xiaomi? И если взять, допустим, какую-нибудь книжку, то страницы также плотно приклеиваются. Не надо держать ее на весу, на стекле. И можно точно так же спокойно срисовывать рисунки. И если ваша работа или хобби так или иначе связана с тем, что периодически приходится прикладывать листики к окошку, чтобы перерисовать, то я думаю, эту штуку стоит прикупить. Она облегчит ваш труд, уменьшит затраты по времени, а стоит не так уж и дорого, в районе 15 долларов. Это видео не стало исключением. И также разыгрываю 150 российских рублей. Три простых условия. Поставить лайк, подписаться на мой канал и написать под этим видео любой комментарий, связанный с магазином GearBest. А я с вами прощаюсь. Пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok